Всем привет, дорогие подписчики моего YouTube-канала, или как у вас у молодежи принято там говорить. Джерк в хату, дорогие хут-трапперы. Сегодняшнее видео будет посвящено нашим слонярам, которые делают качественный новый звук. А также пишут глубокие текста. Я не знаю, что сказать. Но сегодня мы будем говорить не об их творчестве, а о том, как они одеваются, какие бренды носят. Ну вы и так уже все сами знаете. Но перед началом видео хотел бы сказать, что сам Рик Овенс прислал мне видеообращение специально для подписчиков канала Твизи. Смотрим внимательно. Я закупился Риками в Пьюршипе и теперь перепродаю их в 10 раз дороже. Привет, я Рик Овенс. Ваш любимый дизайнер и я являюсь постоянным клиентом Пьюршипа. Почему именно Пьюршип? Да потому что быстрая доставка, низкая наценка. И там есть люкс-копии абсолютно на любые вещи. Даже на те, что будут представлены в этом видеоролике, переходите и заказывайте, ссылка в описании. Пьюршипе и дрищет в торговом центре. Запомните, парни, чтобы такой хуйни не было, сиповать надо не линчик, а смекту. Санек дядька серьезный. Соответственные бренды, которые он носит, соответствуют его статусу. Наверх он обычно одевает что-нибудь от Stone Island, Pawn Shark, Armani и Canada Goose. Потом напяливает спортивки, любые, подойдут даже дедовские. На ногах часто можно встретить первые Форсы, Данки и Тенки. Вывод какой делаем? Что читать рэп у него получается лучше, чем одеваться. Не в обиду Саньку, рэпчик у него классный и мысли правильные толкает. Кстати, про Рик Ованс на альбоме, смотрю на него, мне кажется, он вообще какой-то, блядь, по-любому в жопу его ебут. Следующий на очереди у нас герой в воде. Этот парень не из тех, кто пиздит в своих треках. Я не выговорил полтекста, потому что все начали за пизду, но они сипы сидел в том, что я просто люблю павать свою сестру. Сейчас заметил многое, о чем я читал раньше, сейчас становится правдой. У тебя есть сестра, подожди? Сестра у меня есть. За это большой респект Арсению, так как в нашей индустрии в последнее время развилось много фейков. На Арсении мы могли видеть такие бренды, как Stone Island, The Solist, Alix и RD. Насчет последнего, странно, что Арсений выбрал именно эту вещь. Как по мне, так у этого бренда есть вещи куда лучше. Далее Арсений очень любит джинсы Dragonite, штанишки от Рика и вот такие штанишки, как у Шамана. На ногах у него мы могли видеть первые и четвертые жорики, Рики и даже шузы от Карла Кристиана Паэля. В общем, молодец, Арсений, так держать. Следующий фрешмен на очереди еле плак. Когда я увидел его в первый раз, я не поверил, что он рэпер. Подумал, атишник какой-то или просто пидор. Шутки шутками, а паренек-то умеет одеваться. Наверх он обычно одевает что-нибудь от No.9, Undercover, Covent, Human Made и так далее. На задницу он очень любит напяливать карго-штанишки и хз, что за джинсы. Напишите в комментариях, если знаете. На свои сладкие-сладкие ножки он любит одевать Мейсон Михар, Болинсиаго Паришен Блэк и Осирис Д3. А теперь переходим к сводному брату Ели, к Никите Цунами. Облежу мои яйца. Вы можете знать его как бывшего парня Агли Стефана или Нейн Майса. Никита очень любит ракать худи от No.9, Рик Овенса, дедовскую куртку, а также вот такой вот худачок СССР. Затем... И штаны от Рика. Ну и напоследок Никита большой фанат Тимберлендов, Риков и Первых Форсов. Далее у нас идет Воскресенский. Ну подожди, дорогой друг, знаю, что ты побежал писать мне в комменты, что он с Беларуси. Не стоит этого делать, мне похуй. Такое ощущение, что у этого парня в гардеробе всего три шмотки. Наверх он может нацепить что-нибудь от Стоника, такую кожанку, ну или такую невъебенную черную майку. Штанишки Пола Ральф Лорен и джинсы Драгонит. А на ногах Первые Форсы или Первые Жорики. В общем, самый настоящий кадр. Брат, найми стилиста, ты же не достроил он ли все-таки? На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok